доброго времени суток youtube уважаемая наша психологическая комьюнити уважаемые наши контрагенты и сегодняшнее видео я посвящу в общем-то организационным вещам но крайне и очень важным для людей которые знают что такое пфо психофизиологические обследования это видео по всей видимости наиболее полезным будет для контрагентов но в то же время у нас есть коллеги которые сотрудничают с нами психологи тоже значит и так далее но основном это видео для юридических лиц для контрагентов мы сейчас с вами находимся на одной из страниц нашего сайта а именно в разделе 2.1 услуги для юридических лиц то есть раздел номер 2 подраздел 2.1 услуги на этой странице нашего сайта вы можете ознакомиться и скачать все документы которые в той или иной мере определяют психофизиологические обследования пфо так называемые в российской федерации тут приведены они последовательно от федеральных законов заканчивая какими-то постановлениями правительствами приказами ростехнадзора минздрав минздрав соцразвития и так далее фмба и самом конце под пунктом 9 на этой странице у нас находятся так называемые методические рекомендации фмба 2.2.9.84 вот эти рекомендации все документы кликабельны любой документ можно скачать то есть они оформлены в виде ссылок ну и давайте вот я хотел показать вам вот эти самые методические рекомендации я их опять же взял с нашего сайта скачал и открыл уже так они выглядят это официальные методические рекомендации утверждены 2015 году в москве фмба и самое интересное что здесь тут моего надо и нужно скачать надо посмотреть их обязательно любому человеку кто так или иначе связан с пфо и соответственно давайте опустимся до страницы номер 12 самый важный для меня страницы одной из важных страниц вот она соответственно можно ознакомиться и скачать этот приказ можно его найти в консультант плюс можно найти у нас на сайте взять они аналогичны и давайте посмотрим вот такой момент пункт 5.13 так вот я давайте его прямо выделю звучит следующим образом для проведения пфо понятно используемые методики у нас все методики на вич у нас несколько десятков если не сотни не более сотни более сотни различного рода методик тестов проб и так далее но для проведения классических пфо обратите внимание на слово минимальный набор методик для предварительных периодических и внеплановых пфо базовые методики что они в себя включают тут и предварительные при трудоустройстве на работу и при периодическом мониторинге и внеплановая пфо если какая-то проблему у работника существует его можно напомнить плановое обследование направить но сейчас не об этом давайте остановимся подробнее методиках то есть в обязательном порядке минимальный набор из методик которые должны проходить работники тех или иных предприятий уважаемые коллеги состоит из самые основные главные методики а именно много многостанем так ммпи миннесотский многоаспектный личностный опросник если быть точным правильно он так называется соответственно этом ммпи на 377 утверждений это 16 факторный личностный опросник котелло форма c методика оценки уровня субъективного контроля уиска тест прогрессивной матрицы равена тест интеллекта для оценки психического состояния работника кроме того обязательном порядке работники должны проходить такие методики как пзмр простая зрительно-моторная реакция ссмр сложная зрительно-моторная реакция и реакция на движущийся объект собственно вот это основные методики которые используются нами при проведении психологических обследований уважаемые коллеги вот задавали тоже вопрос чем мы пользуемся вот я вам показывают конкретный документ на него можно опираться он действующий и понять что обязательно работник должен пройти ммпи котел уиска прогрессивная матрица равена и ряд еще других методик и проб как то пазмр ссмр рдо это является об еще раз повторюсь минимальный набор методик для предварительных периодических и внеплановых базовые методики которые включают себя вот но и перечисленные методики собственно на этом все использовать меньше нельзя использовать больше можно надо подчеркнуть еще такой момент что в принципе это все на усмотрение заведующего лаборатории лпфо на то есть он может допустим дать ммпи обязательно котел обязательно уиска уиска обязательно равен обязательно но существуют дополнительные методики такие как уровень невротизации психопатизации нервно-психическая устойчивость и ряд других методик но все это уже на усмотрение заведующего лаборатории психологического обеспечения таковой на этом собственно все если будут какие-то вопросы коллеги значит контрагенты задавайте под этим видео пишите мне на ватсап или же звоните под этим видео можно поставить лайк чтобы она поднялась куда-то в топ youtube потому что очень часто задают прежде всего контрагенты то есть юридические лица которые проходят психологические обследования исходя из требований ростехнадзора соответственно не задают вопросы чем как мы будем это все делать но вот я на этот вопрос собственно вам и отвечаю на этом все благодарю за внимание и удачи вам которым Продолжение следует...